Среди пациентов с тяжелым течением ковида и смертельным исходом преобладает доля непривитых, заявил вирусолог Микла Шрушвей. Он предупредил, что с наступлением дождливого холодного периода респираторные заболевания будут распространяться быстрее. Он добавил, 2,5 миллионам непривитых граждан необходимо вакцинироваться как можно скорее. Президент Венгрии Яныш Адеров судил с президентом Италии Серджио Мотореллой долговой кризис, вызванный ковидом, и миграционный вопрос. Длители согласились, что миграционная политика должна быть организованной, так как в настоящее время хаос является нормой. Яныш Адер добавил, миграцию надо предотвращать, но нельзя ожидать, что Евросоюз сам решит проблемы африканского и азиатского регионов. В Центрально-Азиатском регионе полный консенсус относительно того, что кризис в Афганистане должен быть разрешен внутри страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии в Узбекистане, где он встретился с министрами Азербайджана, Узбекистана и Турции. По словам Петра Сиярта, вполне вероятно, что миллион человек покинет Афганистан, что создат серьезную угрозу безопасности в регионе. Правительство будет до победного продолжать спор с Брюсселем о венгерском законе о защите детей, заявил лидер фракции Фидос. По словам Мата Кочиша, Брюссель сшантажирует Венгрию субсидиями из Фонда восстановления экономики. Однако закон о защите детей – это компетенция национального государства, подчеркнул политик. Он также отметил, что фракция поддерживает правительство в самостоятельном финансировании экономических программ до тех пор, пока не поступят субсидии ЕС. По прошествии 30 лет пора поменять точку зрения на повышение зарплат, считают в торгово-промышленной палате. По мнению ее руководителя, зарплату надо рассматривать не только как издержки, но и как инструмент экономического стимулирования. Лас-Лапаррак отметил, что более высокий уровень заработной платы увеличивает потребление, что в свою очередь увеличивает доходы бюджета, и государство может тратить больше на социальные нужды.